К такому вниманию житель поселка Быково был не готов. Совершил обычный, человеческий поступок. Владимир Абульханов вез дочку покататься на горке. На обочине дороги увидел раненую собаку и отвез ее в ветеринарную клинику. Я ехал к друзьям покататься на батрушке здесь, в Раменском парке. Ну и получилось так, что на обочине их увидел, просто остановился. Ну, минутное дело на самом деле, то есть никаких там сверхъестественных усилий от меня это не требовало. Теперь он сам проходит обследование и лечение в Раменской ЦРБ. Во время транспортировки пострадавшее животное его укусило. Позже выяснилось, собака заражена бешенством. Владимира люди искали в соцсетях. Оказалось, неравнодушных людей к судьбе незнакомого человека немало. Получилось так, что собака и человек рядом с ней, да, она стояла с телефоном, снег идет, мороз. Ну, как бы, при условии, что я знаю, что там недалеко ветеринарная клиника, в принципе, довезти собаку, ну, это не проблема. За четыре дня Владимир прошел различные процедуры. Анализы, уколы, обследования. Чтобы эта встреча не оставила горький след. И он продолжал жить, как ни в чем не бывало. Сума, что-то нормальное, риск здоровья вроде нет, все привили, все нормально. Сейчас вот анализы сдавал здесь, собственно, ЦРБ. Владимир Абульханов в этой ситуации оказался пострадавшим. Тем не менее, случись подобное, он вновь не проедет мимо. За тем исключением, что теперь он знает, как более грамотно себя вести и не пострадать. Ну, во-первых, перчатки бы я другие бы одел поплотнее. Ну, и морду бы завязал, как я это делал, когда переносил ее из багажника в ветеринарную клинику. Ну, морду завязать там, в принципе, несложно. Или накрыть, или перевязать. Близкие, по словам Владимира, спокойно отнеслись к такому простому поступку в его исполнении. Сказали, что, слава богу, что вовремя нашли, и все. Больше ничего такого. Ну, бывает, это как бы случайность. То есть это, ну, это же... Кто знал, что будет вот так? По словам врачей, бешенство является неизлечимым заболеванием. Оно поражает собак, кошек, диких лис и передается человеку через слюну больного животного. Если подобное случится с кем-то, пострадавшему стоит немедленно обратиться к врачу и сделать необходимую прививку. Никто еще от бешенства за всю историю человечества не вылечился. Так что основная борьба с бешенством – это, прежде всего, профилактика при укусах. Когда произошла травма укуса, нанесенный домашним животным, диким животным, грызунами, любыми полтоядными животными, нужно обращаться в приемный покой Раменской ЦРБ, где круглосуточно работает травматологический пункт, который осуществляет профилактику бешенства. Если случилось подобное с кем-то из окружающих и поблизости нет врачей, необходимо действовать так. При небольших укусах самим что нужно делать? Когда имеется сайд на небольшие ранки, это обильно промыть полученную рану водой с мылом. При обращении в травмпункт, кроме местной обработки рана, оказывается, проводится вакцинация против бешенства. Сейчас здоровью Владимира Бульханова ничего не угрожает. Уже завтра он будет готов к выписке. Сергей Григорьев, Дмитрий Курунов и Ольга Захваткина для программы «Городские вести».